Трагедия в набережных Челнах Трагедия в набережных Челнах Трагедия в набережных Челнах Его тело обнаружили его же родители Что в действительности произошло Сейчас выясняют полицейские и сотрудники Следственного комитета Алина Бережная с подробностями трагедии Трагедия произошла около 8 часов вечера Первое тело обнаружила мама подростка К слову, ребенок был единственным в семье Признаки падения с высоты Констатировали медики Травмы оказались несовместимыми с жизнью Новость о случившемся шокировала соседей Подросток жил с мамой и дедушкой В этом году он должен был закончить 11 класс Учителя и одноклассники говорят Что учился хорошо, занятия не прогуливал Без труда усваивал учебную программу Совсем недавно благополучно сдал пробные экзамены На подготовительных курсах готовился к ЕГЭ Тихий, скромный Никакими делами, другими делами занимался Но друзей в классе не имел Замкнут был Я был вчера в семье Поговорил с мамой, с дедушкой В шоке Что же на самом деле произошло Сейчас выясняют следователи Алина Бережная, Ландышко Пранова, Дмитрий Кравченко Вызов 112 Массовая эвакуация и парализованная работа Одного из торгово-офисных центров в Казани Сегодня около полудня В экстренные службы поступило сообщение О минировании зданий на улице Спартаковская Несколько сотен человек Как сотрудников центра Так и его посетителей Были экстренно выведены на улицу И само здание стали проверять сотрудники спецслужб Подробности у Анны Градовой Ну, скорее всего, это просто Ну, не настоящее Ну, как бы позвонили и обманули Сегодня Радик Шайхулин ушел с работы Домой раньше обычного Но не по своей воле В торговом центре на улице Спартаковской Где он работает Объявили об экстренной эвакуации 600 человек Это и работники центра И посетители Поспешили покинуть здание Но в реальность какой-либо угрозы не поверили Вспомнили волну ложных сообщений Которая недавно прокатилась по всей стране Это вы думаете просто повтор, да? Ну, я думаю, то же самое, да Потому что вряд ли кто-то что-то буму заложит Вместо сотрудников комплекса и посетителей В здание зашли кинологи и саперы Окрестности оцепили Чуть позже в полиции сообщили В 11 часов дня на единый номер экстренных служб 112 позвонил неизвестный И сообщил, что один из торгово-офисных центров На улице Спартаковской в Казани Заминирован Специалисты обследовали не только каждый угол здания Но и припаркованные у торгового комплекса машины Но ничего не обнаружили Сейчас полиция устанавливает личность звонившего Анна Городнова, Динара Камалова, Атат Самигулин Вызов 112 Невнимательность стала причиной ДТП На пересечении улиц Кулахметова и Фрунца По предварительной версии Пежо выехал на перекресток На разрешающий сигнал светофора Тогда как водитель Шкоды Двигающийся на перерез протаранил его автомобиль Рассказан владельца французской иномарки Вся вина за произошедшее Лежит на втором участнике аварии Якобы мужчина за рулем Шкоды Отвлекся от дороги Подтвердители опровергнуть эти слова Вероятный виновник аварии не пожелал По похожей причине произошла авария И на проспекте Ямашево Матисс догнал автомобиль Вортекс По предварительной версии Водитель последний снизил скорость Чтобы повернуть направо с автобусной полосы Судя по всему этого не ожидал Водитель корейской иномарки Едущий следом В результате ДТП сильное повреждение Получил автомобиль вероятного виновника аварии Пострадавших нет А причиной аварии на пересечении улиц Кулгали и Габишева Стало массовое отключение электроэнергии Из-за обесточивания прекратили работу светофора Вследствие чего приоритет в движении отдавался установленным дорожным знаком По предварительной версии Hyundai Getz, двигаясь по улице Кулгали, не пропустил автомобиль Audi, который ехал с улицы Габишева В результате аварии корейская иномарка лишилась бампера Стал регулируемым Больше 10 человек попали под колеса автомобиля На пешеходном переходе на улице Гвардейска Рядом с остановкой кафе Сирень в минувшем году Два человека погибли Одна из них 19-летняя девушка При этом пешеходы не нарушали никаких правил дорожного движения Теперь этот переход оборудован светофором О нюансах его работы и стала ли зебра безопаснее Расскажет Зинара Камалова Пешеходный переход на улице Гвардейска И до этого дня он был одним из самых опасных переходов в городе В минувшем году здесь под колеса попали 11 человек Двое погибли Последний случай произошел в сентябре Под колесами иномарки оказалась студентка Она переходила дорогу по всем правилам Два ряда машин остановились А вот автоледи в третьем снесла пешехода Девушка скончалась в больнице Чтобы исправить ситуацию этот переход сделали регулируемым И местные жители уже почувствовали разницу Получше стало, да? С утра просто тяжело было в школу водить ребенка Сейчас стало лучше, определенно А раньше как пропускали? Раньше машины в основном не пропускали Но я человек боевой, я сразу перехожу Ранее светофора не было Пропускали вас машины? Не всегда Данный светофор не имеет никакого таймера Поэтому прежде чем прийти дорогу Нужно провести ладонью по этому индикатору И только через несколько секунд Ваш путь будет свободен На этой же улице был еще один подобный аварийный участок Рядом с остановкой Гвардейская По нему меры были приняты еще в прошлом году Ранее 2017 году также на улице Гвардейской был установлен Также вызывной светофор Данный участок тоже являлся местом администрации ДТП После чего, после установки светофорного объекта Наезды на данном пешеходном переходе прекратились Как говорят в автоинспекции В 2018 году работа над участками Прославившимися среди водителей и пешеходов Неблагополучными продолжится Сейчас идет подготовка списков на этот год Динарка Малваза Цемигулин, вызов 112 Сегодня Советский суд Казани вынес приговор Бывшему ректору Казанского кооперативного института Ильдару Насрединову Напомним, мужчину обвиняли в присвоении без малого 400 тысяч рублей, выделенных на покупку констоваров для нужд вуза Его задержали рядом с институтом Деньги были при нем Объяснить их происхождение мужчина тогда не смог Нафиса меня за вас подробностями Я сказал свободно, но и все Я сказал свободно, непонятно До суда он явно нервничал, но уже в зале Вел себя спокойно Его задержали в начале августа минувшего года По версии следствия, Ильдар Насрединов Будучи ректором Казанского кооперативного института Мошенническим способом присвоил 385 тысяч рублей Предназначавшихся для закупки констоваров на нужды вуза То, что в этой сделке не все чисто Полицейские заподозрили после того, как узнали Что организация, куда и были перечислены средства Вовсе не занимается поставкой констоваров Центр занятости перечислил денежные средства Из бюджета Республики Татарстан На расчетный счет Российского университета кооперации И часть денежных средств Из перечисленных Насрединовым были обналичены И тем самым похищены И причинен ущерб Сам Ильдар Насрединов активно содействовал следствию Раня к уголовной ответственности не привлекался А соседи и бывшие коллеги Отзываются о нем исключительно положительно Я согласен с вами Своим защитник Вину подозрения Подсудимый свое вину признал полностью Более того, он возместил нанесенный ущерб Сторона обвинения не настаивал на заключение А лишь обойтись штрафом в размере 200 тысяч рублей При вынесении приговора Учитывался и состояние здоровья подсудимого У него множество хронических заболеваний В итоге суд согласился с обвинением И приговорил Ильдара Насрединова К штрафу в размере 200 тысяч рублей И не стал лишать подсудимого свободы Нафиса Минязова, Динара Камалова и Азат Самигулин Вызов 112 Неудачная попытка перевозки крупной партии наркотиков При въезде в город сотрудники автоинспекции Задержали жителей Удмуртия, который ехал из Москвы в Казань В ходе досмотра у молодого человека Были обнаружены несколько свертков с различными веществами Экспертиза позже установила, что это наркотики С деталями Алина Бережная Наркотики мужчина особо не прятал Они у него лежали в кармане Незаконные вещества сотрудники автоинспекции Обнаружили, когда остановили автомобиль ГАЗ При въезде в город Помимо водителя в салоне машины находились еще два пассажира Поведение одного из них вызвало подозрение 19-летний молодой человек явно нервничал Сотрудники полиции приняли решение его досмотреть У 19-летнего жителя Удмуртской республики Были обнаружены несколько свертков с различными веществами Неизвестного происхождения Результаты исследований показали, что в упаковках содержится гашиш весом 94 грамма И мефедрон массой 23 грамма Выяснилось, что перевозчиком наркотических средств оказался житель Удмуртии Сейчас полицейские ищут возможных участников данной преступной схемы А в отношении 19-летнего молодого человека возбудили уголовное дело Возревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере Если следователям удастся доказать его вину То подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы Алина Бережная, Вызов 112 И это все, о чем мы успели вам рассказать В студии была Эдар Гумеров До встречи И не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет Вдруг она его примет Субтитры создавал DimaTorzok